всем привет вы на канале аксель франк жизнь в австрии сегодня мы про жизнь в австрии а именно что же остается бедным австрийцам после того как они заплатят коммуналку дело в том что мне в комментариях всякие умники пишут я снимаю ролики рассказываю про жизнь австрии про то что здесь высокий уровень жизни высокий уровень зарплаты не говорят ну а что так говорить про зарплаты вот после того как вы дорогущую свою электроэнергию прочее отопление заплатите у вас все равно ничего не остается вот давайте мы по этому поводу и рассмотрим данные статистику сколько именно платят австрийцы за коммуналку и что у них остается после оплаты действительно ли все так плохо вот берем статистику вот это у нас 2023 год и так в месяц получает до вычета налогов в среднем австрийц 4124 евро или 2680 после вычета налогов вот смотрите 2680 это уже после того как все вот эти высокие огромные налоги уже оплачены вот это на руки вот на руки 2680 в среднем получает австрийц но он их получает 14 раз в году вот в австрии месячная зарплата платится 14 раз в году 12 месяцев плюс летний отпуск и зимний на лето и на зиму дополнительная оплата то есть умножаем на 14 делим на 12 получается что на руки австрийц в среднем получает 3126 евро заработной платы идем дальше идем дальше есть низкооплачиваемые вот у меня выйдет ролик скоро на канале дело в том что прошли переговоры профсоюзов с работодателями и определены показатели по зарплатам в том числе по минимальным зарплатам по всем отраслям на 2024 год и вы в этом ролике вы увидите что минимальная зарплата в австрии практически по всем отраслям составляет около 2000 евро в месяц но это до вычета налогов то есть это минимум который получают уборщицы в этой отрасли вот есть отрасль какая-то там уборщица вот она меньше 2000 получать не может это минимальная зарплата во всей отрасли но соответственно специалисты получают больше но среднего я вам показал прошлое на прошлой картинке и так когда вот человек получает минимальную зарплату у него вычеты и зарплаты налоги тоже соответственно меньше что же у него остается вот 2000 брутто а нет то получается в год двадцать две тысячи триста восемьдесят шесть евро ну вот эти 14 выплат вот после всех после учета всех налогов или на руки вот самый самый минимум человек который работает в австрии получает 1865 евро в месяц да вот мы запомнили 3100 в среднем и 1860 минимум а теперь смотрим коммунальные расходы что относится в австрии к коммунальным расходам вода канализация проверка плотности труб это не интересно я показывал у меня есть пару роликов на канале я показывал как проходит ежегодно у нас проверяют плотность канализационные вот эти все водопровод чтобы не было утечки воды канализации в озеро в нашем случае ну просто проверяйте чтобы не было утечек это ежегодно есть фирмы со специальным оборудованием проверяет но от их услуги тоже оплачиваются считаются коммуналкой чистка каминов чистка канализации вывоз мусора какие-то повреждения которые нужно чинить чистка фасадов уборка снега уборка двора освещение подъезда и двора двора общих частей страховка страховка от огня вот страховка от утечки воды и так далее это тоже считается коммуналкой гонорар управляющей компании да то есть если вы живете в квартире например в вене у вас есть обязательно управляющая компания которая занимается поддержанием вашего дома в нормальном состоянии у нее есть гонорар которую должны платить пару слов про инвестиции если вы хотите научиться работать на фондовом рынке с нуля и сделать это максимально правильно не допуская грубых ошибок пройдите обучение на платформе битмаркет ссылку на платформу я дам в описании там помогут сформировать какой-то разумный портфель и проконсультирует по всем вопросам надо ко всему подходить системно платформа битмаркет позволяет это сделать налог налог на землю налога на недвижимость в австрии нет только на землю и текущие расходы электроэнергия и так далее обслуживание лифта уборка там лестницы и так далее так далее то есть список такой все объемлящие вообще все 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 что вы тратите для обеспечения ну своего жилья я здесь сделаю отступление я живу в частном доме у меня есть квартира в вене квартира вене там я отдельно делал про расходы там отдельный ролик есть на канале в доме я как раз получил сейчас счета расчет на 2024 год значит у меня отопление горячая вода это все на электричество то есть тепловой насос воздух вода и тепловой насос работает на электричество вот я плачу в месяц 350 евро 350 евро в месяц у меня отопление освещение горячей вода ну плюс все остальное то есть мелочевка у меня получается где-то около там 550 600 евро я плачу вот коммунальных расходов в целом но это у меня частный дом у меня нет управляющей компании но у меня площадь 150 квадратных метров ну как-то так и продолжаем дальше значит что же у нас в среднем какие месячные вот эти коммунальные расходы вот смотрите две целых три десятых евро квадратный метр и в среднем по австрии 150 евро жилище то есть если у вас квартира например 50 квадратных метров то вы будете платить в месяц сто пятнадцать евро коммунальных расходов если у вас квартира 80 квадратных метров вы будете платить сто восемьдесят четыре евро коммунальных расходов вы понимаете что это вообще ничего что даже человеку который получает минимальную зарплату у него скорее всего еще льготы будут но даже если у него не любу не будет льгот он в месяц на руки получает тысяча восемьсот шестьдесят да вот мы смотрим смотрели на руки если у него трехкомнатная квартира 80 квадратов он будет платить сто восемьдесят четыре евро коммуналку десять процентов десять процентов 2 мать не 50 процентов вот посмотрите ваших бабушек дедушек в россии который после оплаты коммуналке у них пенсии на еду не остается а в австрики детдорогущие электроэнергия в три раза дороже чем в россии до где дорогущие там все 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 такое дорогу щи десять процентов всего 10 процентов если у тебя большая трехкомнатная квартира но предположим у человека нет своей квартиры он снимает и он должен еще и арендную плату платить вот 50 квадратных метров 8,6 евро про квадратный метр это аренда плюс коммуналка все это все вот жилище вот он платит владельцу квартиры найм и коммуналку платит вот у него будет 430 евро вот это самый самый пиковый случай вот у него двухкомнатная квартира и он заплатит если он один живет у него доход 1860 его минимальный из 1860 он заплатит 430 знаете сколько это это 22 23 процента это все равно мизер а если они живут вдвоем то у них будет на двоих уже три с половиной тысячи вот с трех с половиной тысячи они заплатят за аренду за все ну заплат 430 евро с трех с половиной тысяч но это уже 12 процентов сколько 15 меньше 15 то есть я не знаю откуда у россиян такие представления что коммуналка какая-то здесь бешено дорогая и что какие-то расходы тут невероятные все нет вот цифры при ты при этом малообеспеченные я про этом скажу вот в ролике у меня два ролика выйдут скоро вот малообеспеченный она получает кучу льгот вот отопление для тех же малообеспеченных она вообще бесплатная как правило потому что они получают дата ну вот у нас в нашем селе если кто-то есть малообеспеченный народ у него котел на дровах он был просто получает дрова на зиму если у него на жидком топливе он получает жидкое топливо на зиму без платно или с дотацией там гигантской то есть там малообеспеченные у них и вообще еще меньше еще ниже вот этот процент который они тратят на коммунальные расходы знаете то же самое этом питанием него его воспитание дорогое ну я про яйца недавно ролик делал что у нас яйца в австрии в общем-то как в россии порядок цен а у меня был ролик с я просто прошел магазин била закупился чек и чек показал и мне москвичи жители санкт-петербурга писали что а в принципе цены так как у нас примерно то есть такого принципиально при том что качество здесь не сопоставимое с качеством продуктов в россии вообще не это разные планеты поэтому как бы не знаю откуда эти стереотипы у россиян может пропаганда российская то телевизор так рассказывает что тут на на западе не укупишь еще как укупишь поэтому остаются деньги и на лыжах покататься и в круиз ездить пенсионеру отдельное про пенсионеров тоже посмотрите интересного пенсионеров там самая минимальная пенсия самая-самая-самая минимальная которые ему доплатят если у ними это 1100 евро 5 при этом он у него бесплатная медицина и так далее так далее там все эти коммуналки тоже будут мизерные так что я сказал бы что разница в качестве жизни стандарте жизни между россией и австрии ну это как между разными планетами это просто разные абсолютно мир и и об этом нам говорит простая статистика поэтому как бы прежде чем писать погуглить поинтересуйтесь может не так все плохо у нас тут на западе ладно поставьте лайк если видео понравилось подпишитесь на канал пишите свои комментарии только старайтесь головой думать вот чтобы но увиденные цифры не входили в явное противоречие с тем штампом что у вас в голове засел ладно на этом все пока пока